И я понял, что к этой деятельности нужно относиться как к предпринимательству. И знаете, сегодня меня веселят очень много людей, которые, как вы знаете, снисходительно или как-то пренебрежительно относятся к нашей индустрии. Знаете, так даже бывает с издевкой относятся к нашей индустрии. Что вы там ничего не производите, что вы занимаетесь перепродажами какими-то и бла-бла-бла, вот это все. Мне хочется, знаешь, сказать, вот я сейчас обучусь до твоего уровня и спрошу тебя, а чем занимаются сетевые заправки? Торгуют, перепродажей занимаются. Скажи мне, а чем занимаются такие сетевые гиганты, как Пятерочка, Ашан, там, не знаю, Перекресток? Продажами занимаются, перепродажами, понимаешь? Ну, ты включи мозг свой и потыкай сегодня пальчиком в свой компьютер или в телефончик. Сегодня интернет, 21 век, наносу-то. Ты потыкай в интернете, посмотри историю создания сетевого маркетинга. И ты удивишься, милый мой, что история создания одноуровневого маркетинга началась, знаете, когда? В 1886 году. Ты подними свою родословную, там, знаешь, у тебя есть родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадеды. Ты это отлистай, возьми альбомчик на свой, отлистай его обратно и посмотри. В 1886 год. Кто там у тебя жил? Деда Федя, баба Катя какая-то. Вот ты туда вернись сегодня. Вот туда вернись сегодня и прочувствуй, как они жили. А тогда сетевой маркетинга начинался только уже. Если тебе тяжело такой экскурс в истории совершить, я тебе скажу. Ты знаешь такого, знаешь, вождь мирового пролетариата, Ульянов Ленин. Дедушке Ленину было 16 лет. Понимаешь? Ему было 16 лет, а индустрия сетевой маркетинга уже набирала оборот. Она была в 19 веке, в 20 веке. Сегодня 21 век на носу. Понимаешь? Нет. 21 век сегодня на носу. И эта профессия, на самом деле, становится топовой сегодня в наше время. И давайте с этим разбираться. Давайте с этим разбираться. Я хочу говорить сегодня о пяти пунктах, о пяти пунктах, ну, скажем так, преимущества нашей индустрии, преимущества нашей профессии перед основной, перед другой профессией. И любой из вас, любой из вас стоял когда-то перед выбором своей профессии, перед своим своей профессией. Вспоминайте, вспоминайте, что вы делали. Вы учились где-то, вы учились в каком-то колледже, в каком-то институте, тратили на это там от трех до пяти лет в среднем происходит, да? Потом что вы делали? Вы шли на работу. И на работе вам нужно было два-три года, чтобы как-то освоить свою профессию на практике. Ну, где-то пять, пять, восемь лет на это уходит. А в сетевом бизнесе приходит человек, и с первых дней работы он начинает осваивать на практике эту деятельность. Он с первого месяца уже зарабатывает деньги. Ну, вы что сравниваете это одно с другим вообще, понимаете? Это профессия топовая сегодня. Надо мозг включить и рассмотреть эту профессию. Что касается второго пункта, смотрите, о чем я говорю всегда, что в нашем бизнесе мне нравится ее, знаете, такая многогранность. Потому что основные профессии, ну, в основном сегодня, они какие-то однопрофильные. Осваивают один навык какой-то. Если взять профессию бухгалтера, да, что у них? Ну, ясно, что отсчеты, циферки, повар, специалист в приготовлении еды и так далее. А наша профессия, профессия сетевого предпринимателя, ведь там много же навыков нужно освоить. Ты должен быть и маркетологом, и учителем, и промоутером, и тем же продавцом, и актером, и организатором, и тем же бухгалтером. Ты понимаешь, много-много-много навыков ты осваиваешь и получаешь эту профессию. И поэтому и говорят, что сетевики, они востребованы. Почему? Потому что это люди разносторонние. Если ты стал сетевиком, ты разносторонний, развитая личность, получаешься. Третий фонд, который мне, скажем так, наверное, явился решающим, почему я стал заниматься этим бизнесом, что здесь у нас нет потолка в росте заработной платы. Как это происходит? Смотрите, человек приходит и в первый месяц начинает зарабатывать свои 200 долларов. Ну, если устраивает, ну и радуйся, веселись, получай продукт на эти деньги, и все хорошо у тебя. Чуть больше хочешь, там 500 долларов. Ну ты чуть-чуть пошевелись, организуй встречи, повстречайся с людьми, пообщайся. 500 долларов. 500 долларов устраивать, ну и радуйся. Сегодня во многих городах люди даже за месяц не получают такие деньги сегодня. Если тебе мало, 1000 долларов, ну ты знаешь уже, у тебя алгоритм есть, как из 500 долларов до 1000 дойти. Потому что, знаете, здесь нет начальника. Нет начальника, который будет ограничивать вас каком-то доходе или выплачиваем какую-то зарплату. У вас нет рисков, как у традиционного предпринимателя, которому необходимо, чтобы больше денег домой приносить, деньги вкладывать в свои обороты. Понимаете? Сетевой предприниматель – это человек, который может, не вкладывая свои деньги, увеличивать свой товароборот по странам. Он может строить товароборот как в России, так и в Европе, как в Америке, так и в Азии. Интернет стирает все границы сегодня. Дальше идем. Смотрите, эта профессия доступна для любого человека. Вы знаете, это не секрет для вас, что есть профессии, где есть ограничения. Ограничения по возрасту – есть? Есть. Ограничения по здоровью – есть профессия? Есть. Есть, я называю, знаете, ограничения по родству – есть? И такое есть, вы это знаете. В сетевом бизнесе у нас нет ограничений. Приходят и молодые, и пожилые, и разного, знаете, разной национальности. У нас такой случай был, даже, знаете, приехал парень из Нигерии, из Африки, из Нигерии. Приехал в город Одессу поступать в медицинский институт и получать высшее образование. То есть он был студентом уже и шел по городу Одессе, улицу Жуковского, проходя, увидел вывеску Коралл Клаб. Он зашел, познакомился, пообщался и решил осваивать эту тему. И сегодня, прошло уже сколько-то лет, и сегодня человек живет в Одессе, а под ним страна, страна Нигерия. Тысячи довольных потребителей в Нигерии нашего продукта и весь этот товароборот под одним человеком из Украины. Вы можете представить возможности вообще, вот расширьте свой горизонтик и представьте, что может дать эта профессия. Ни одному предпринимателю это даже в мозг такой не придет, что можно не вкладывать такие деньги и не быть в этой стране, а получать доход с целой страны. Ну представьте, это же просто мозг взорваться может. И смотрите, дальше что я хочу сказать. Конечно, это свобода. Конечно, это свобода, которую дает наш бизнес. Потому что со временем, когда вы осваиваете эту профессию, она позволяет вам сформировать пассивный доход. И со временем сетевик больше времени отдыхает, проводит с семьей, чем работает. И скажу больше, что он даже не работает. Это становится образом его жизни. Потому что если брать предпринимателя традиционного, да, есть люди, которые зарабатывают деньги. Но вы знаете, очень малый процент из них может путешествовать там три раза в год. А сетевики, посмотрите их в соцсети. Они же, блин, постоянно где-то отдыхают, постоянно где-то путешествуют. И почему? Да потому что они привязаны к офису. Потому что на самом деле получается, что их рабочее место – это и есть их жизнь. Где они живут, там они и работают. И если мы сегодня поговорим о том, что хотите ли вы, чтобы у вас были сильные и мощные лидеры в первой линии? Вопрос риторический, конечно. Но чтобы притянуть таких лидеров, надо стать таким человеком. Вы скажете, легко сказать «стать». А как? Как стать таким человеком? Как стать человеком, чтобы притягивать таких мощных, сильных лидеров? Ну, я вам скажу, знаете что? Что все эти лидеры, все эти лидеры, они были такие, как и вы. Все проходили эти пути. И они были на начальном этапе на вашем месте. А потом, произошло два момента. Первый момент – они приняли решение состояться в этом бизнесе. Приняли решение освоить эту индустрию. И взяли на себя обязательства. Потому что все те, кто стал успешным в нашем бизнесе, все те, кто стал успешным в нашей вот этой индустрии и строят большие товарообороты, создают большие организации, а не все на взаимных обязательств со своим наставником. И есть обязательства, которые на самом деле нужно на себя взять. И первое, первое. Но это самое ключевое, конечно, это пользоваться продуктом. Пользоваться продуктом. И почему это важно? Потому что благодаря тому, что вы пользуетесь продуктом и ставите цели по здоровью, у вас рождается собственное отношение к нашему продукту. Понимаете? Вы становитесь магнитом среди своего окружения, потому что они пристают к вам с одним вопросом. Скажи, что ты с собой делаешь. Скажи, что ты там подъедаешь, потому что ты вот так неприлично хорошо выглядишь. Понимаете? И у вас, когда вы пользуетесь продуктом, другая энергетика. И эта энергетика на самом деле считается у вас на лбу прям, потому что она изнутри у вас идет. Вы изнутри другой человек становитесь. Следующее обязательство, которое берут на себя лидеры, это, конечно, связь с наставником. Это ежедневная связь с наставником. Потому что наставник – это ваш компас, который постоянно направляет вас в сторону ваших целей, не дает вам сбиться ни вправо, ни влево. И помогает осваивать навыки. И, конечно, на начальном этапе у наставника строят вам первую линию. Почему? Ну, потому что в вашем окружении вряд ли люди будут воспринимать вас как предпринимателей, как бизнесмена успешного какого-то. Они знают вас по прошлой жизни. А все, что вы делаете, вы делаете грамотным промоушен наставнику, делаете им встречу, и эти люди не знают вашего наставника. И он для них может быть и предпринимателем, и успешным сетевиком. Все зависит от вашего наставника. Поэтому грамотно нужно использовать работу с наставником и общение с наставниками. Третье, конечно, нужно действовать. Действовать имеется в виду, что люди, которые приходят в нашу индустрию, они попадают, знаете, в какую-то западню такую. Вроде человек что-то делает, а успехов нет. И здесь есть, конечно, секрет. Секрет заключается в том, что вы должны проводить минимум 30 встреч в месяц. Ну, хотя бы одну встречу в день. Потому что если вы работаете в темпе, и вы проводите одну встречу в неделю, или одну встречу в месяц, знаете, что у вас происходит? Ну, какой-то процесс вроде как-то идет, вроде какая-то усталость даже есть от всего этого, а результата нет. Ответ-то простой. Если вы хотите развиваться и двигаться, то вам нужна хотя бы одна встреча в день. А если вы хотите успеха, и успех хотите уже вчера, то вам нужно три встречи в день. Три встречи в день, понимаете? Тогда у вас будет движение, тогда у вас будет результат, тогда ваша жизнь изменится. И четвертая, конечно, обязательность – это событие. Это то, без чего нет роста в нашем бизнесе. Это событие, на котором люди принимают решения. Это событие, на котором я состоялся. И нужно грамотно работать с событиями. Первое, конечно, человека нужно привести на это событие, чтобы он посмотрел на людей, на выступающих, на всю эту атмосферу. А потом, чтобы у человека в мозг вложился, в мозг вложился, знаете что, алгоритм работы с событиями. Чтобы он понимал, если у него есть желание состояться, если у него есть желание двигаться в нашем бизнесе, то ему нужно понять события с новыми людьми, на события с новым человеком. Ты не имеешь права быть на событии без нового человека. И, конечно, это золотая конференция. Я всегда говорю, что ты можешь сколько угодно читать, сколько можно развиваться в нашем бизнесе, но пока ты не побываешь на золотой конференции, у тебя не будет полной картинки нашего бизнеса. И пятый пункт – это личностное развитие. Менять свои привычки. Начинаем. Понимаете, вот вы, если вы сегодня живете в этой жизни, к этому привели ваш мозг, скажем так, ваши привычки, ваши реалии вашей жизни. И вам нужно меняться. Вам нужно меняться. И самое банальное, я всегда говорю, что перестаньте читать новости, перестаньте смотреть телевизор, перестаньте сплетничать, перестаньте обсуждать других людей, займитесь собой, больше читайте развивающие литературы, смотрите позитивные ролики, учите анекдоты, больше веселья, больше позитива, больше креатива. Понимаете? Вот тогда у вас будет перемена, вот тогда у вас будет рост. Поэтому, друзья, я желаю вам освоить эту профессию, стать профи, потому что, ну, профессионалы, они в любой деятельности зарабатывают деньги, в любой деятельности они специалисты, скажем так. И все самое интересное только начинается. И все самое интересное ждет вас впереди. Всем спасибо. Добрый день, дорогие зрители.